МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этого я обеспечу. Приветствую, друзья. Всем добра, здраво и благоразумие. Сегодня разберем одно решение лжесудьи. Оно же Вексель, где этому лжесудье пришлось изворачиваться, как змея на сковородке, чтобы выградить мусором. Именно мусором, потому что нормальный полицейский не пошел бы против своего народа. А все, кто подчиняются преступным и античеловечным приказам, иначе как мусорами назвать нельзя. Система тащит сама себя за волос из своего же гнилого болота, которым давно уже погрязло. В этом решении лжесудья смешал все воедино. Мягкое, с теплым, котлеты, с мухами. Не побрезговал даже перевернутыми фактами. И все для одной единственной цели. Выградить своих шестерок. Вот теперь мне ясно, кто ты по жизни будешь. Ты шестерка. Чушкарь. Мусорков, поскольку известно уже, что в полиции не до комплект. Разбрасываться они ими не могут. Так вот этот лжесудья в одном и том же своем решении написал на разных страницах совершенно противоположные и взаимоисключающие факты и обстоятельства. Пошел на такие ухищрения и ложь. И все это для одной единственной цели. Поскольку этот лжесудья уже и так приступил закон, ему ничего не остается делать, как дальше. Попирать все законное. Попирать даже все то, что ими самими придумано. Все самые мнимые законы, мнимые правила, мнимую конституцию. Остановиться они уже просто не могут. Давайте вот рассмотрим некоторые факты. Долго вас задерживать не буду. Просто покажу, что он смешал белое с черным, чтобы в результате получилось что-то серенькое, незаконненькое. Но лишь бы лжеполицейский, да что там назовем вещи своими именами, мусорок, который пошел против своего же народа, не пострадал и не вылетел с должности своей. Поскольку и тот, и другой проявляют мошеннические действия, ложь, чтобы выгородить друг друга, это является ничем иным, как мошеннические действия. И эти две должности, которые они сами себе определили, должны быть погашены по канонам за нарушение канона. Перейдем к решению. Суть иска состояла в том, чтобы признать незаконными действия сотрудника полиции, который подошел и требовал одеть маску. Да-да, именно. Он требовал одеть, а не надеть. А затем составил протокол в отделе полиции. Были заявлены следующие требования. Выразившиеся в доставлении в отделение полиции, применение физического насилия, исполнение ФЗ номер 3 полиции, не представился, не предоставление возможности ознакомиться документально, с материалами неисполнение ФЗ номер 68 о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Лжесудья, конечно же, во всех требованиях отказал. Сослался на закон 52 о санитарно-эпидемиологическом благополучии, где как раз и прописано, что в случае угрозы возникновения распространения инфекционных заболеваний могут вводиться ограничительные мероприятия. Также и в постановлении наспех составленном номер 417 говорится об этой угрозе и говорится, что только в случае этой угрозы граждане обязаны выполнять требования должностных лиц. И вот, опираясь на эти никем не подписанные постановления и законы, лжесудья делает вывод, что сотрудник полиции был праве требовать от гражданина соблюдения установленных законом порядков правил. Но далее перед лжесудьей стоит загвоздка. Ему уже надо оправдать мусорка в том, что он не предпринял мер по устранению угрозы в чрезвычайной ситуации, о которой он говорил в начале решения. И что же делает лжесудья, недолго думая в том же самом решении, пишет, что оказывается, в тот день не было никакой угрозы, условия чрезвычайной ситуации не действовали и, соответственно, мусорку не было необходимости что-либо делать. Ну как вам? Ну с вами мы не прощаемся, а говорим до скорой встречи.